ну вот наконец долгожданная зима и для quattro естественно это не проблема для audi rs3 первую очередь главное что главное опытный водитель за рулем который любит получать удовольствие истинное удовольствие от вождения посмотрите какая зимняя сказка и хотелось бы поговорить на самом деле сегодня на тему эксплуатации автомобилей собственного опыта вождения автомобилей до audi rs3 у меня был opel astro pc в кузове h 2008 года машина была на механической коробке передач стоковые заводской версии 240 лошадей 2 литра turbo я немного ее доработал где-то наверно порядком сил около 280-300 получилось конечно мы сейчас не будем сравнивать audi rs3 и opel astro pc но хочу сказать что я просто кайфую от полного привода какая же красота но никак по-другому не могу назвать как зимняя сказка посмотрите как какая лепота наша российская зима так вот по поводу эксплуатации audi rs3 хочу сказать что полный привод опять же таки очень радует машина очень сбитая достаточно нажать чуть на педаль газа и машина очень резво ускоряется кстати купил китайскую резину сайлун west blazer 3 и хочу сказать что шинами я доволен очень классные отстрелы вот по выхлопу и пятицилиндровому мотору могу сказать что слух мой этот звук ласкает конечно круто звучит есть ручной режим переключения передач немного расскажу все таки более подробно о своем автомобиле вот такой у нас сегодня тест за рулем подобного рода видео ранее я не записывал скажем так мой первый опыт сейчас попробуем выключить систему курсовой устойчивости и попробуем как автомобиль будет себя ввести с отключенной системой автомобиль очень резвый до стоковой версии заводской 2 и 5 5 цилиндров 367 лошадиных сил момента честно не помню сколько крутящего но знаю что автомобиль разгоняется очень резво приблизительно замеряли по драгом автомобиль как любит шутить мой знакомый у ноги драги ролл так вот драги показали что-то порядка 10 и 7 10 и 7 по моему секунды от 100 до 200 китров в час опять же таки это сток здесь никакой прошивки нет 367 лошадиных сил возможно в следующем году сделаем прошивку посмотрим пока неизвестно хочется отметить большие суппорта и тормозные диски то есть информативность педали тормоза настолько превосходно настолько впечатляет что иногда кажется порой что машина может больше что при торможении что при управлении нежели мозг успевает додумать какую-то либо мысль о совершении какого-либо манёвра то есть настолько автомобиль очень круто сбалансирован и каждая деталь инженерно проработана в этом автомобиле поэтому посадка очень комфортно и удобно до автомобиль конечно не мягкий он достаточно жесткий это можно ощутить в принципе при управлении автомобилем при первых скажем так даже минутах вождения этого автомобиля но машина очень предсказуемая машина очень понятная и даже и даже если мы едем не по колее по снегу машина чувствует себя уверенно то есть нет каких-либо проблем с управлением audi rs3 на самом деле мне не доводилось управлять ничем лучше то есть это самый крутой автомобиль который мне приходилось эксплуатировать и использовать управление просто выше класса то есть я на самом деле не ожидал такого эффекта и наслаждение от поездок постоянно в каждой поездке ты находишь кайф ты находишь наслаждение потому что тебе удобно тебе комфортно машина полноприводная хорошо останавливается хорошо ускоряется в принципе даже для повседневные езды никакой прошивки не надо вот мы сейчас попробуем как машина себя ведет за носи ну вот она ставится вообще без каких-либо проблем класс то есть выставилась боком все как полагается на дороге чувствует себя очень уверенно давайте поговорим знаете о чем у кого есть опыт эксплуатации все-таки китайского автопрома при выборе машины я говорю путь у меня был очень долгий и занял большое количество времени кстати даже на канале проводил розыгрыш на данную тематику у кого есть опыт вождения эксплуатации китайских автомобилей потому как очень озадачен этим вопросом ввиду исключения могу рассказать случай из своей жизни я приехал в салон официального дилера Чанган как смешно это название не звучит и хотел приобрести уже практически нового китайца то есть мало того что для меня является большой загадкой как автомобиль будет открываться зимой потому как ручки двери расположены в двери таким образом что они скрыты находятся внутри двери то есть при нажатии на кнопку там сенсорная кнопка я уже не помню либо нет ручка должна выдвигаться из двери и соответственно ты открываешь тянешь за ручку и дверь открывается ой какая красота здесь а проехаться по дамбе да взлет кстати стоит уже но температура за бортом минус 10 и достаточно так я скажу вам холодно ну вот не знаю менеджер по продажам практически меня уговорил да то есть я считаю что пока есть у нас возможность необходимо ездить и эксплуатировать европейские и японские автомобили ну да еще может быть корейские но китайские конечно под большим вопросом то есть как зимой этот автомобиль будет открываться я не знаю опять же таки у Audi RS3 есть и ручной режим можно переключить пожалуйста ручной режим и послушать от стрела из выхлопа лепестки приключения передач находятся на руле под рулевые лепестки дрифтит она конечно очень классно то есть вот даже сейчас можем развернуться ох какая красота покружиться немножко ой как красиво а нет эту машину конечно необходимо понимать чувствовать ну и конечно ей наслаждаться ну она просто на месте крутится разве не это ли дарит удовольствие водителю такие вот эмоции которые в принципе не получишь при управлении передним приводом автомобилем и даже задним конечно на заднем ездить боком куда интереснее и правильнее но на полном приводе хочу сказать вам еще раз это бесконечное удовольствие машина управляется и едет именно туда куда задаешь ей направление рулем то есть все понятно и доступно никаких проблем и вопросов не возникает только удовольствие хочется еще съездить попробовать есть трасса в Московской области за городом Зеленоград называется Тропикана если у кого-то был опыт тоже напишите можем вместе съездить правда я не знаю наверное она уже открыта но это не точно надо изучать вопрос более детально да стрела конечно очень рад слух да управляется она конечно великолепно но вот даже вот рыхлый снег который в принципе Грейтер прошел и уже образовалась новый такой неприятный склей выезжаешь но машина едет хорошо то есть она цепляется всеми четырьмя колесами не знаю я в большом нахожусь удовольствие от вождения этого автомобиля ничем лучше управлять мне пока не приходилось очень нравится летом кстати я участвовал на Ауди РС3 в гонках драг рейсинг на Двитровском автополигоне кстати ссылка есть в описании под видео можно посмотреть гонки там занял квалификационное место скажем так да но дальше квалификации не прошел потому как не было в принципе такой задачи сейчас дорогу уже посыпали песком и ну конечно такой грязи не хочется хочется красоты чистого белого снега как в принципе в поле сейчас попробуем еще поставится боком но все равно это зимняя сказка она радует глаз ну вот смотрите то есть ну просто красота да это удовольствие бесконечное на самом деле хочется постоянно ехать боком на этом автомобиле то есть вам не передает камера мою улыбку на лице но это просто потрясающе то есть автомобиль настолько предсказуем настолько сбалансирован практически я наверное дам легкое такое сравнение где-то схожесть картинга есть у этого автомобиля конечно возможно нужно доработать сделать более жесткую подвеску чтобы автомобиль еще более твердо грызался и стоял на дороге но мне достаточно и того что есть завода это потрясающе ну что хочу сказать наслаждаться только наслаждаться живем один раз поэтому сегодня вот у нас выпуск за рулем по расходу топлива ну слушайте километров наверное бака на 350-400 хватает приблизительно опять же таки если ездить в спокойном режиме так расход где-то наверное литров 15-16 на 100 км ну плюс-минус опять же таки все зависит от того какой стиль вождения у вас то есть если ездить в принципе не поднимая обороты свыше 3000 то я думаю можно расход убавить с 15 до 12-11 литров на 100 км соответственно бензин сотый да то есть если делаете прошивку то конечно же только сотый бензин очень хотелось именно зимой попробовать в эксплуатации Audi RS3 но я очень доволен очень доволен автомобилем ну какие еще технические особенности интересно рассказать автомобиль сбитый достаточно мощный то есть у меня даже был заезд на канале снимал на youtube шортс заезд с доедущим с его роллс-ройсом я не знаю сколько там у доедущего лошадиных сил случайно на самом деле встретились на ломоносовском проспекте видимо где-то рядом живет Давидович вот и я стоял позади роллса роллс стоял впереди ну и вот стоковый Audi RS3 367 лошадиных сил приблизительно одинаково они разгонялись то есть с роллс-ройсом Давидовичем не знаю загуглите сколько у него лошадиных сил но опять же таки я стоял позади да, Давидович стоял впереди возможно если мы бы стояли бы вместе то результат был наверное другим но видео к сожалению полное не удалось снять буду чаще кстати говоря снимать выкладывать подобные видео если нравится подобный формат напишите и мне сказка красиво красиво да, наваливает она конечно классно очень нравится какие красивые виды а только посмотрите машина превосходно слушается руля кстати здесь шести поршневые тормоза не помню говорил нет выхлоп просто великолепно стреляет так закрыты повороты то есть никаких проблем и с обгоном и с разгоном никаких вопросов посмотрите как она ставится а это просто великолепно улыбка на лише просто нисходит и и вот и и и и и и и и и о Главное, скользко, очень красиво, звук просто потрясающий. Главное, скользко, очень красиво. Потому что автомобиль настолько приятно разгоняется. Это очень круто.